всем привет дорогие друзья из алании сегодня мы с вами идем в аланийскую крепость сейчас 7 часов вечера постепенно садится солнце но я надеюсь что мы вам успеем все показать и рассказать потому что от вас был такой запрос свое путешествие мы начинаем у подножья красной башни и здесь вы также можете увидеть пример традиционного аланийского дома также здесь расположен еще один традиционный аланийский дом и вот здесь расположен гербарий про который я вам раньше рассказывала и писала в предыдущем посте в инстаграме обязательно подписывайтесь кто не подписан так вот это гербарий культурный дом муниципалитета алании гербарий и он открыт для посетителей сюда даже можно зайти и попасть вот такой прекрасный сад увидеть архитектуру традиционную архитектуру алании и пройдя вот такой вот немного пройдя здесь находится вход и вы по желанию можете прийти и посетить этот гербарий гербарий традиционный аланийский дом а здесь расположена такая небольшая аллея лесенка по которой вы можете подняться и также посмотреть на дома в крепости здесь живут люди это самый центр города но здесь очень классно тихо и спокойно поэтому начинайте свое путешествие по алании с этой стороны крепости посетив гербарий вы прекрасно знаете что в крепость можно попасть с другой стороны полуострова по канатной дороге но в этот раз мы вам покажем дорогу не по канатной дороге а проходя мимо красной башни айхан у нас делает прямые эфиры и фотки для группы в фейсбуке поэтому обязательно по ссылке в описании к видео заходите на мою группу в инстаграме потому что в инстаграме я пощу фотки и информацию которую которой нет на канале так вот мы подходим сейчас под ножью красной башни вот у нас айхан если вы пройдете сюда чуть ниже то вы можете увидеть со смотровой площадке судоверфь и яхты которые отправляются в вечерние туры ну и конечно же отсюда открывается очень классный вид на судоверфь здесь очень классно фоткаться и днем и особенно ночью поэтому обязательно приходите фотографируйтесь и здесь около судоверфи один из самых лучших пляжей алани я вам тоже про него всегда говорила вот он этот пляж и вы видите на пляже очень много народу и очень много детей потому что на этом пляже не бывает волн попасть на этот пляж можно через вход здесь до 6 часов ну а выйти можно вот через этот ход пройдя мимо красной башни после того как вы пофоткаетесь у судоверфи вы можете отправиться уже непосредственно в саму крепость кстати вы знаете что аланья была зимней столицей империи сельджуков и в двадцать первом году султан аллайтин кейкубат захватил аланью и по имени аллайдин город стали называть аллая аллайдин город аллай и сейчас мы называем город аллай по этой дороге мы поднимаемся непосредственно красной башни здесь находится район топ хана и проходя мимо красной башни мы можем повернуть на судоверфь обязательно посадить посетите судоверфь судоверфи очень красиво султана латино кейкубаты называли султаном пяти морей и здесь сельджуки строили свои корабли повернув вот в эту сторону можно пройти на судоверфь а мы с вами идем дальше мимо красной башни на одну из смотровых площадок красная башня была построена в 1000 между 1224 1226 годами и является символом сельджукской империи после того как султан аллайтин кейкубат захватил город он конечно же занялся укреплением красной башни и укреплением непосредственно самой крепости здесь есть информация которую вы можете почитать ну а для того чтобы идти дальше в крепость мы идем вот по этой дороге если вы спуститесь вниз по этому деревянному настилу то пройдя по кругу вы попадете на пляж а мы идем с вами на самый верх вот по этой мощеной старой дороге также не забывайте что вы можете приобрести единый билет который намного дешевле этот билет если вы приобретаете его здесь вот в этом ларечке в косе около красной башни то можете посетить красную башню сюда вверх и пещеру дамлатаж на той стороне вот альхам делает прямой эфир в нашей группе на фейсбуке я вам уже об этом говорила приглашала вас группа у нас на английском языке но мы всегда там делаем прямые эфиры тоже постим всякие разные фотографии ну а здесь уже открывается непосредственно вид на старый хамам вот здесь вот расположен старый хамам а здесь цистерна старое водохранилище друзья крепость алания это невероятно волшебное место и изучать аланийскую крепость можно годами десятилетиями вот сколько я здесь не живу столько я сюда хожу и просто постоянно нахожу что-то очень интересное и новое потому что история крепости ну я не знаю сколько сколько уже тысяч лет этому месту поэтому когда вы приезжаете в аланию обязательно первую очередь приходите в крепость идите в красную башню идите на судоверфь и на той стороне обязательно сходите в пещеру дам латаш и поднимитесь на по канатной дороге на самый верх крепости на канале у меня очень много видео поэтому смотрите и в описании к этому видео я тоже оставлю ссылки на предыдущие видео которые мы снимали из крепости когда поднимались на канатной дороге здесь в крепости друзья до сих пор живут люди конечно же вот например один из старых домов сейчас находится на реставрации в скором времени его отреставрируют и будет очень красивый дом здесь много кактусов кто-то писал что звук цикад как музыка для ушей поэтому наслаждайтесь а мы идем дальше и здесь также очень много апельсиновых деревьев оливки но в общем красота просто невероятная и например оливки они поспевают в октябре месяце сейчас оливок нет а апельсины поспевают уже ближе к декабрю поэтому сейчас крепости не так ярко нет никаких цветов ну а идя вот по этой тропинке кстати здесь облагородили насколько я помню с прошлого раза так вот идя по этой тропинке мы сейчас пройдем мимо одной из башен кстати в крепости алании около 140 башен насколько я помню и пройдя под одной из башен мы поднимемся на смотровую площадку берите с собой обязательно удобную обувь точнее надевайте удобную обувь кроссовки не ходите в шлепанцах потому что камни достаточно скользкие и лучше надевать какую-то удобную обувь и проходя мимо под вот этой вот башней мы как раз сейчас попадем на дорогу которая ведет к одной из смотровых площадок и также традиционным турецким домам которых в которых сейчас располагаются кафе и и бутик отеля до камни очень скользкий поэтому обязательно берите надевайте удобную обувь и кроссовки в шлепанцах здесь ходить а у я даже соскальзываю своих туфлях шлепанца ходить здесь будет неудобно так ну что мы с вами выходим на дорогу здесь расположен полицейский участок района топ ханы сейчас смотровая площадка находится в той стороне а мы с вами покажу вам один из уже тоже отреставрированных красивых домов в котором расположена гостиница была по моему здесь конечно очень атмосферно и как я вам писала в инстаграме когда запустила дом традиционный дом вот эти вот дома они все постепенно постепенно реставрируются и находятся конечно же под охраной государства и мэрии если вы не были еще вот в этом районе обязательно приходите потому что здесь есть что посмотреть вот например дом который сейчас является бутик-отелем здесь также есть кафе здесь открывается очень классный вид на набережную на красную башню и конечно же на весь город очень все красиво отреставрировано наверху виноградная ветка в общем одно удовольствие и пройдя дальше по этой улице можно увидеть и другие отреставрированные дома кстати совсем недавно вот этот дом реставрировали он был в очень плохом состоянии а сейчас он просто великолепен в общем помимо того что здесь красивые дома виды отсюда тоже очень классные открываются вы можете пройти до конца вот этой улице подняться наверх и спуститься по улице которая идет по верху и кстати друзья самая дорогая недвижимость в алании находится именно в крепости самые дорогие дома в алании это вот эти вот дома которые могут стоить от 2 миллионов евро и больше поэтому если вы хотите что-то эксклюзивное крепость еще есть дома которые которые отреставрированы и продаются ну конечно же купив такой дом вы не сможете внести какие-то изменения в интерьер все это можно делать только с разрешение государства поэтому кто любит старину добро пожаловать и теперь мы отправляемся далее на смотровую площадку и кстати таким вот образом вы можете пойти подняться на самый верх в крепости здесь небольшая смотровая площадка которая с которой вы можете увидеть порт набережную ну и конечно же крепостную башню ну и сделать очень классные фотки особенно когда солнце заходит здесь получается очень красивые фотографии и парад кораблей яхт которые отправляются на в вечерние вечерние туры как я уже говорила крепость она не была построена в начале 13 века точнее достраивалась потому что здесь раньше был древний римский город и когда султана латенький кубат захватил оланью он уже достраивал и крепостные стены и красную башню и пройдя через вот эту вот арку мы попадаем на одну из небольших смотровых площадок и здесь кстати открывается очень красивый вид непосредственно крепостную стену и на красную башню другого ракурса и вот этой смотровой площадке пройдя через арку вы можете уже непосредственно отправиться на самый верх крепости по вот этой вот дороге видите девчонки идут по этой дороге вы можете отправиться на самый верх крепости дальше либо вот по этой дороге спуститься вниз обратно на набережную аланьи хотите наверх поворачиваете налево хотите вниз поворачиваете идете вниз мы сейчас отправимся вниз потому что солнце уже садится и мы хотим еще пройтись до 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 крепость крепость крепостная дорога крепость чуть-чуть по русски крепость 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 туда давай куда по крепость туда вот а мы сейчас идем вниз на набережную опять и на судовер здесь друзья на параллельной набережной дороге набережная находится вот внизу и на параллельной дороге до сих пор сохранилась вот такая вот брусчатка и здесь уже более новые дома постройки двадцатилетней тридцатилетней давности жилые дома но конечно же сейчас я вам покажу здесь также есть старые дома которым более ста лет и идя вот по этой дороге мы сейчас попадем непосредственно в самый центр города на на набережную напишите кстати в комментариях хотели бы вы жить в крепости я бы например хотела жить в крепости вот таком вот доме с удовольствием в традиционном турецком доме окруженным шикарными деревьями в таком доме я бы наверное да наверное хотела бы жить чтобы прям прям проникнуться историей их культуры этого места очень красивый конечно дома прям прям невероятный глаз глаз не оторвать поэтому друзья подписывайтесь на наш инстаграм в инстаграме много всяких разных фоток советов и интересной информации которых нет видео потому что в инстаграме я всегда пощу ну каждый день несколько постов то что мы видим куда мы ходим и так далее а в ютюбе раз два дня выкладываю видео поэтому заходите на инстаграм там много всего интересного а мобильщики а мобильщики а и еще у нас есть группа в инстаграме страничка discover turkey ссылку оставлю тоже в описании хан там постит тоже всякие разные фотографии поэтому заходите и подписывайтесь спасибо айхан говорит всем спасибо спасибо всем спасибо большое всем привет дорогие друзья добро пожаловать аланьясу турса а вот друзья как выглядит дом когда он не отреставрирован этот дом сейчас пустой в нем никто не живет в виде даже сверху владелец выложил кирпичом ну в общем этот дом будут также реставрировать и он станет красивым домом где возможно откроет тоже кафе или бутик отель ну а мы дальше продолжаем свой путь вниз к набережной уже впереди виднеется набережная прогулочные яхты вот такое вот небольшое путешествие мы с вами сегодня совершили и вы так же буквально даже часу не прошло и вы так же можете мы конечно же быстро пробежались ну а вы если будете рассматривать всякие разные детали всякие разные интересные дома места фоткаться я думаю что это путешествие займет порядка трех часов точно и мы уже спустились на набережную точнее на верхнюю набережную и той стороне у нас находится красная красная башня вот так небольшое путешествие мы с вами совершили друзья по крепости алане надеюсь вам понравилось поэтому обязательно пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и не забывайте instagram инстаграме много много всего интерес но на сегодня мы с вами прощаемся и всем добро пожаловать добро пожаловать добро пожалован добро пожаловать мало не Antonio Всем пока-пока.